Николай Кафырин, будьте добры, как, по вашему мнению, наша вот эта нынешняя цивилизация человеческая, она прошла уже пик своего развития и близится к закату, или еще, в общем-то, даже до восхождения, еще продолжается процесс восхождения, или к закату? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос, и у меня это совершенно другое мнение, это вопрос. А, к сожалению, мировая ситуация, это не только в России, такова, что образовался огромный разрыв не только между властью и народом, а между властью и мыслящей интеллигенцией. Самая главная проблема, что власти не нужны никакие идеи, причем это власти не только у нас в России, но и власти вообще в мире. Это особенность власти, власти не нужно ничего, кроме собственной власти. Власть начинает интересоваться идеями интеллектуалов только тогда, когда она чувствует угрозу своему существованию. Начинается кризис, начинают искать идеи. Мы привыкли думать, что мы живем в мире, который управляется на основе научных подходов. Я думаю, что это большая иллюзия. Кое-что познав из физических законов природы, мы решили почему-то, что мы можем управлять некими историческими процессами. Для меня это нонсенс, потому что исторические процессы идут независимо от того, нравится ли нам или нет. Планетарные процессы идут независимо от того, нравится ли нам или нет. Речь идет о том, что мы переходим в совершенно иное состояние цивилизации. Его называют постсимбулярным. Возможно, вы помните, как образовывалась Вселенная. Была некая материальная точка, где не работали никакие физические законы. Ну, я не помню. Ну, по всякому случаю, такая теория утвердила в списке. Вот это называется символярностью. Точка, где ничто не работает. Вот сейчас мы переходим в такое состояние мира, где ничто не работает. Истинные цивилизации, конечно. Они тоже когда-то начинают свое существование, когда-то его заканчивают. И когда нас убеждают в том, что европейская цивилизация лучше всех возможных, а демократия – это лучших возможных видов государственного устройства, не напоминает идею светлого будущего всего человечества, коммунизма. То, как мы относимся к другим цивилизациям, я характеризую как цивилизационный нарциссизм или цивилизационное превосходство. Мы почему-то решили, что мы должны в свет нашей цивилизации принести всему миру, даже не смотря на его отчаяние и сопротивление. Вы знаете, что в своей цивилизации кризиса в современной науке в одном из раздевок описывается не точкой сингулярности, а понятия бифуркации. Один из авторов этого спорника называется бифуркацией. То есть период, когда развитие системы может пойти в разный стол. Человечное переживание – великое множество точек бифуркации, а разные части человечества, разное время. Ну, сейчас мы присутствуем при бифуркации более масштабной, более грандиозной. Да, понятные нам и известные нам законы не работают, верно. Единственный шанс благополучно пройти эту бифуркацию – только этим. Он находится в душе каждого человека. Я думаю, мы просто переживаем очередной кризис развития человечества. Но кризис, он чем? Кризис развития или упадка. Я всегда считал, я оптимист по натуре, хотя прогнозы там кажутся пессимистически, ничего подобного. Я считаю, что любой кризис – это кризис развития. Мы находимся в том, как нас воспитывают когда-то еще и от христианства, потому что мы все-таки достаточно бодрые реагируем на «как тебе не стыдно» про совесть. А с другой стороны, у нас как все не включишь, как все не посмотришь, сначала надо поесть, попить, хорошо мягко спать, а потом уже посмотрим на насчет того, что честно, нечестно, по совести, не по совести. Страны и государства решают политические, геополитические, экономические задачи, а культура становится исчезающей, феноменом нашей действительности. Что такое жизнь, не знает никто. И еще никому не далось создать живое из неживого. Это вопрос, на который пока нет ответа. И идея о том, что мы являемся венцом природы, она абсолютно антропоцентрична, нарциссична. Я так не думаю, что мы венец природы. Мы одно из ее проявлений, которое присвоило себе право именовать себя венцом. Это отнюдь не так. Ну, жизнь побеждает позитивизм и постпозитивизм. И мы живем в режиме постпозитивизма. Вся демократия, вся экономика – это частичка постпозитивизма. Социология – это все оттуда. А идеализм, он, начерпу, идеализм как-то впон у него, потому что это идеализм, это смешно. А все отношения наши человеческие, строительные идеализмы, мы другого любим или не любим, уважаем или не уважаем, мы другого верим или не верим. Это постпозитивизм не укладывается никак. Вот такая сложная задача. В моем понимании культура – это то, что идет из храма, она исходно сакральна, она всегда персонифицирована, имеет своих высоких носителей. Культура – это то, что делает людей личностями и отвечает именно духовным интересам человека, его совершенству как личности. Мы, люди, являемся только частью природы и должны жить в мире с природой, а не использовать ее для своих телесных потребностей. Люди живут всегда вначале в духовном, необъятном духовном мире и только затем в каком-то узком экономическом пространстве. Мне кажется, этой идеи сейчас крайне не хватает нашему обществу.